Сведомие методов на борьбу с коррупцией в Харьковском городском совете. Валерия Мудалева, руководитель общественной организации Сведомия в Харькове. И Ольга Спецун, пресс-секретарь общественной организации Сведомия в Харькове. Здравствуйте. Первое, что хотелось бы сказать, что если опираться на данные Transparency International за 2014 год, можно сказать, что Украина на данный момент является самой коррумпированной страной в Европе. Также, исходя с опросов, которые были проведены нашей организацией в разных городах, то есть это Киев, Одесса и Львов, более 80% жителей считают, что именно после революции коррупция не только не снизила свой уровень, а наоборот возросла в некоторых сферах. Это также подтверждается данными Украинского института стратегий глобального развития и адаптации, которые были опубликованы по результатам исследования Центра Разумкова, в которой говорится, что коррупция в некоторых сферах возросла от 5 до 18%, а в некоторых даже до 20%. Мы также провели собственный опрос в городе Харькове, ну, электронный именно опрос провели, в котором задавался основной вопрос, который интересовал нас, это как люди считают, какая сфера в Харькове является наиболее коррумпированной. И почти 43 опрошенных процента ответили, что на данный момент в городе Харькове наиболее коррумпированная эта сфера правоохранительных органов. Судебную систему считает коррумпированной только 25%, далее сфера земельных отношений 8,7%, здравоохранение 6,3%, а образование 5%. Еще часть опрошенных ответила, что абсолютно все сферы города Харькова являются коррумпированными. Также, исходя из данных Центра Харькова, в которых указано, что 66% опрошенных считают судебную систему коррумпированной, а также 64% правоохранительную. То есть, если опираться на данные, которые вот только что огласили, то мы можем сделать вывод, что в принципе те, кто должен бороться с коррупцией, они ее возглавляют на данный момент. И глядя на такую ситуацию, становится понятно, что необходимо искать абсолютно новые подходы именно к борьбе с этой коррупцией. Также было неоднократно заявлено на разных уровнях, что одна из основных проблем, которая тормозит развитие Украины в экономическом, политическом, социальном развитии, является именно коррупция. И для того, чтобы хотя бы попытаться ее искоренить, нужно двигаться в двух направлениях. Первое направление – это предотвращение коррупционных действий. И второе – это наказание за уже совершенные факты. Учитывая то, что наша организация на данный момент в городе Харькове пока еще не может охватить абсолютно все сферы коррумпированные, мы остановились на основных трех ветках. Это контроль Рады, то есть Харьковского исполнительного комитета, контроль государственных закупок и также контроль кадров. В чем состоит наша задача? Если разбираться по отдельным веткам, то есть контроль Рады состоит, что мы осуществляем антикоррупционный контроль путем проведения информационно-аналитической работы по десяти направлениям. У нас в городе Харькове есть десять комиссий, которые осуществляют, и мы осуществляем аналитическую работу по десяти этим направлениям, которые охватывают основные сферы жизнедеятельности нашего города. Также каждому из направлений занимается, ну то есть исследованием каждого из направлений занимается отдельная группа, которая состоит из экспертов и активистов, которые координируются одним координатором. Ну их может быть несколько, на данный момент пока это один координатор по каждому направлению. И задача перед нами стоит, то есть именно в рамках самого направления нашей организации, перед нашей организацией ставятся такие задачи. Это анализ повестки дня очередного заседания комиссии, проектов решений, проведение проверок этих решений, которые включены в повестку дня, также, ну, относительно их соответствия интересам общества и наличие в них коррупционной составляющей. Также подготовка на заседание комиссии рекомендаций, выводов, комментариев относительно вопросов, которые включены в эту повестку дня. Если переходить к контролю именно в сфере закупок, то основной коррупционной, основой коррупционных схем в сфере государственных закупок является недейственная законодательная база и отсутствие механизмов, которые бы препятствовали разворовыванию государственных средств. Контроль в сфере государственных закупок возложен на большое количество государственных учреждений, однако он не является эффективным, поскольку правоохранительные органы, органы аудита и финансового контроля, они лишь формально осуществляют контроль. И поэтому роль общественности в противодействии именно коррупции в данной сфере является определяющей. И перед нашей организацией ставятся такие задачи, как осуществление системного мониторинга государственных закупок, которые проводятся в нашем городе, также проверка законности процедур и их проведение реагирования на правонарушения законным путем обращения к соответствующим органам. Также максимально освещать информацию о фактах незаконных закупок и виновных в этом лиц. И теперь если перейти к контролю кадров, то прежде всего успех социально-экономических и политических преобразований зависит от эффективности самих кадров. На данный момент мы все прекрасно знаем, что у нас непрозрачный и в некоторой степени кумовской подход к кадровым назначениям. И это приводит к неэффективной деятельности именно властных институтов и делает возможными реализацию коррупционных схем. А бизнесовые интересы и связи с чиновниками, они способствуют лоббированию решений, которые являются убыточными для общества, но выгодными для конкретного круга лиц. И поэтому основными задачами для нашей организации ставится мониторинг кадровых назначений лиц, имеющие владные полномочия в городе, анализ деятельности должностных лиц, представление оценки ее эффективности и соответствие интересам общественности. Также выявление и введение реестра должностных лиц, которые противоречат нормам законодательства и способствуют привлечению к ответственности тех лиц, которые имеют владные полномочия и совершили коррупционные деяния. То есть, если основаться на всем вышеизложенном, мы можем сказать, что основные принципы нашей работы – это законность и гласность. Поэтому мы следим, будем и будем следить за исполнением закона и будем придавать гласности все обнаруженные нами факты. Более подробно нам расскажет пресс-секретарь наш. Здравствуйте. Значит, как уже сказала Валерия, у нас три основных направления деятельности. Первый – это контроль городского совета. Он заключается в том, что у нас в городском совете 10 депутатских комиссий. Они охватывают все сферы жизни города. Соответственно, у нас есть 10 координаторов, это эксперты в каждой из этих сфер. То есть, люди, которые там уже работали, которые имеют представление о сфере в целом и также имеют представление о законодательстве. Они параллельно с горсоветом изучают проекты решений. И тогда мы видим, в каком проекте решений есть какое-то нарушение, мы можем придать его гласности, тем самым не позволив принять это решение. Или, по крайней мере, показать, где именно горсовет нас обманывает. На данный момент мы написали обращение в секретариат для того, чтобы получить проект этих решений, потому что так они нигде не опубликованы, на самом деле. Хотя, вы понимаете, что все имеют право ознакомиться с ними по законодательству. Следующее, что касается контроля закупок. Значит, нами было исследовано более 100 закупок. Мы написали 4 обращения в антимонопольный комитет, потому что есть подозрения в нарушениях закона о конкуренции. И 15 обращений в государственную финансовую инспекцию, потому что есть нарушения процедуры проведения закупок. Дальше, что касается контроля кадров. Все мы понимаем прекрасно, что обычно не очень обращают на это внимание. То есть человек до прихода во власть работал директором какой-то компании, или владел какой-то компании. И потом почему-то эта компания, после получения им власти, выигрывает в тендерах каким-то образом постоянно. Такие всякие моменты. Для этого мы будем контролировать кадры, изучать их биографию, их связи, для того, чтобы понять все-таки, кто кого пытается протянуть, какие законопроекты, какие решения. Еще один из моментов, в которых мы хотим работать, это непосредственно просто с харьковчанами. Дело в том, что культура наших граждан такова, что ты пошел, дал взятку, и потом на кухне повозмущался. Я сегодня дал взятку, или повозмущался среди друзей. На самом деле никто из жителей не идет, не обращается в органы, либо считает, что это недейственный метод, что это не поможет, не спасет, либо же даже просто не знают люди, куда обращаться, на самом деле. И каким образом они могут как-то воздействовать. Вплоть до того, что взятки даются даже за те какие-то моменты, на которые человек имеет право получить бесплатно какие-то вещи, он дает за это взятку, хотя ему это по закону принадлежит. Для этого мы хотим помогать людям в том плане, что уменьшить правовую безграмотность, донести до людей законы, потому что зачастую в законе уже прописано все, но мы просто не владеем этой информацией. То есть оно там по-умному как-то, по-зумному написано, человек даже не пытается понять, не знает своих прав и не знает обязанностей тех же правоохранительных органов, которые названы наиболее коррумпированными в Харькове. Также в субботу мы собираемся на Площаде Свободы провести акцию, которая называется «Коррупционные реалии». Суть будет заключаться в том, что это больше как-то театральная такая постановка, где будут сидеть депутаты, и любой житель Харькова сможет пообщаться с ним, дать ему взятку, ну не прямую, не денежную, а больше виртуальную, с тем, чтобы договориться, решить какой-то вопрос. Цель нашей акции заключается в том, чтобы узнать вообще отношения харьковчан к коррупции, узнать, как они видят ее, как видят борьбу с коррупцией, как они поведут себя в такой ситуации вообще, как они считают, куда обращаться. И в то же время привлечь внимание харьковчан к этой проблеме, узнать вообще, да, промониторить именно среди обывателей, узнать их отношения, да, и методы борьбы, как они думают. Потому что зачастую, если даже изучать все эти наши антикоррупционные там методы, да, борьбы с коррупцией, это зачастую методы такие типа объяснить, разнести, донести. В то время как люди при общении с ними вы можете узнать, что все считают, что это там кардинально садить, я не знаю, там вообще чуть ли не казнить, только таким способом можно спасаться от коррупции. И поэтому надо посмотреть, ну, помимо мнения, да, как бы властных структур, на мнение обычных жителей, как они это видят. Вот. Мы работаем всего лишь месяц, мы только начали свою деятельность, я думаю, что в дальнейшем наша деятельность будет все развиваться. мы готовы сотрудничать с любыми, не, как сказать, с любым человеком, который тоже готов бороться с коррупцией. Мы проводим обучение, рассказываем, каким образом человек может перейти из пассивных наблюдателей, да, в активных деятелей. Каким образом он может сам противодействовать коррупции. Спасибо. Да, без проблем. Значит, записывайте. 068-58-799-49. Наш офис находится на улице Короленко, 25. Офис 4 этаж, офис 6 и 7. К нам, кстати, приходят граждане обычные со своими проблемами. Значит, сталкивались мы с тем, что люди приходят при ценах на ЖКХ, ну, представляете, да, какие тарифы на этот момент. Есть такие места, где еще больше завышивают. Даже больше, чем просто. Ну, это, как бы, очень такие моменты. Потом, ну, разные встречаются вопросы. Мы будем, мы пишем от своего имени обращение, стараемся помочь людям в правовых всех направлениях, да, потому что у нас работают юристы квалифицированные, которые знают хотя бы, куда обращаться. Ну, на самом деле проблема есть такая, что человек видит, что его обманывают и не знает, что, как с этим поступать. Да. Есть вопрос. Кризисную ситуацию. Скажите, а как будет проходить ваша акция? Можете реформировать? Да, хорошо, объясню вам. Значит, смотрите, будут сидеть шесть депутатов, так сказать. Ну, не депутатов, да, да, на площади. Ну, не депутатов, да, как бы, шесть активных молодых людей. Каждый из них будет представлять какую-то сферу. То есть, это ли правоохранительные органы, ну, вот те, которые названы самыми коррумпированными. Здравоохранение, образование. Вот. Каждый желающий может подойти к нам, получит у нас опросник, в котором будут вопросы касаемые коррупции, заполнит его, да, как он это все видит, представляет. И потом, для того, чтобы отдать нам опросник, он должен его затвердить у депутата. Он подойдет к депутату, к нашему воображаемому, да, который обязательно потребует взятку. Ну, как вы понимаете, да, для того, чтобы утвердить. Само деньги не врать. Нет, нет, мы дадим деньги напечатанные. Ну, как бы, реальные деньги вымахать, это, как вы понимаете. И таким образом, да, человек просто в процессе общения поймет, как это происходит, да, как из него требуют взятку. Он может даже поторговаться. Ну, это же, как бы, больше игралов. Нет, ну, это не совсем как тренинг давания взятки. Нет, это для того, чтобы понять. Нам просто интересно, как человек себя поведет. Да, как человек в такой ситуации. Скажет ли он, допустим, нет, вы не имеете права, там, я прощусь куда-то там. Я знаю, что по законодательству, да, я пойду, там, в правоохранительную. А если он пришел в правоохранительный орган и требует взятку, куда ему идти, куда он пойдет? Нет, мы просто соберем, как бы, по итогу, да, эти опросники. Мы посмотрим на то, как видят харьковчане всю ситуацию. При этом мы им будем, так, точно так же говорить, да, как бы наши координаты давать, объяснять, каким образом, чтобы потом в дальнейшей работе с ними объяснить им, как можно этому реально противодействовать. Для того, чтобы просто обратить внимание, помимо всего прочего, общественности на ту ситуацию, которая существует. У нас еще и на акции. С 12 до 2. А как тут эти депутаты, вот, как бы, мы на своем воображении, которые не будут браться? Это просто активисты нашей организации, то есть это молодые ребята, да, которые, ну, которые хотят быть депутатами, которые хотят, да. Есть вопрос. Да, у нас есть страничка на Фейсбуке и страничка ВКонтакте. Помимо всего прочего, сайта Харьковского еще нет, есть киевский сайт, сайт свидоми.орг. Кстати, мы там публикуем статьи касаемо тех обращений, которые мы уже написали. То есть вы там можете ознакомиться, там указано, что именно нарушено, почему мы написали в госфин инспекцию или же в антимонопольный комитет. Я немножко опоздаю, господи, что это антимонопольный комитет был. Еще есть вопрос. Скажите, вот у меня есть конкретный случай, да, когда в Абире человек требует 800 долларов взятки неделю назад за то, чтобы ее видно же нельзя. Как идти к вам, сказать, у меня требуется. Вопрос к юристу. А у юристов, которые требуют 800 долларов, как будет? Ну, у нас два варианта. Первый, либо обращаться в правоохранительные органы, или ну, огласки, придавать огласки данный факт. Спасибо. Если нет вопросов, тогда спасибо большое. Ждем вашу акцию и результаты. Хорошо. Вопросы, если вы видите, расскажите, как прошло. Конечно. Мы через месяц к вам придем. Я думаю, у нас будут уже новые достижения. А вы акцию фиксировать будете? Фото, видео? Да, конечно. Мы, кстати, приглашаем всех. Приходите. Вот. И будем, да. Пришлем вам. Да. Пришлем вам прессонут. Поехали.